МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Ребенок под колесами автобуса. ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в ноябрьске. История продолжается. Ситуацию с домом 107 по-советски обсуждают не только на местном уровне, но уже и на региональном. И фигурное вождение. В городе прошли соревнования на автомобилях для семейных пар. Восьмилетний ребенок попал под колеса автобуса. Это случилось накануне вечером на проспекте Мира Республики. По словам очевидцев, мальчик перебегал улицу на красный сигнал светофора. Водители ЛАЗа утверждают, свидетели аварии ехал на зеленый свет. С места происшествия ребенка увезли на карете скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний 2005 года рождения был доставлен в приемное отделение Центральной городской больницы. Диагноз – отрисение головного мозга. Назначено стационарное лечение. Лица, обладающие какой-либо информацией по факту дорожно-транспортного происшествия, прожжу обратиться в госфутинспекцию города Ноябрьска по телефону 3258-72. В пьяной драке погиб один из жителей Ноябрьска. Трагедия случилась в одном из общежитий по космонавтов. По словам жителей дома, соседи поссорились. В результате один другого ударил ножом. Рана оказалась смертельной от орудия убийства. Нападавший поспешил избавиться. В настоящее время по факту убийства нами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан, помещен в изолятор временного содержания города Ноябрьска. Сейчас он осознал тяжесть содеянного, признал вину, обратился с явкой с повинной и продолжает активно сотрудничать со следствием. В том числе указал место, куда он после совершения преступления выбросил нож. С выше 11 миллионов рублей в такую сумму оценивается ущерб от деятельности некой подрядной организации. Их ее работники, по сути, решили увезти у своих заказчиков оборудование и продать его по рыночной стоимости. Информация об этом поступила в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. И как результат возбуждено уголовное дело. Пока в деле фигуранта 4. И роль каждого еще уточняется. Хищение свыше миллиона рублей уже считается. Хищение в особо крупном размере по уголовному законодательству. По этому 11 миллионов рублей это уже крупный ущерб и за него там приличные сроки. То есть малый шанс отделаться словным наказанием. Так сказать, легким испугом. Владимир Путин 25 апреля ответит на вопросы россиян. Звонки уже начали принимать. Номер телефона для обращения к президенту 8 800 200 40 40. Можно также отправить бесплатное смс-сообщение на номер 0 40 40. Трансляцию прямой линии 25 апреля будут вести сразу несколько федеральных телеканалов. Первый, Россия 1 и Россия 24. Также радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». Надо сказать, что некоторые из жителей Ноябрьска тоже отправили свои вопросы. Один из них о сумме средней заработной платы в городе, о которой говорят в последнее время эксперты и экономисты. Отправив такой вопрос, люди надеются, что, быть может, президент ответит, откуда в Ноябрьске берутся такие цифры по зарплате. Пусть, если не в прямом эфире, хотя бы письменно. Дмитрий Медведев выступил с лекцией и дал старт проекту «Гражданский университет». Этот проект был инициирован партией «Единая Россия». Его цель – создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных организаций. В запуске Гражданского университета приняли участие члены руководящих органов «Единой России», депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, а также политологи и преподаватели. Дмитрий Медведев выступил перед ними, а также перед региональными отделениями по видеосвязи с первой лекцией. Подобные лекции теперь будут проводиться ежемесячно. Практика повышения квалификации в партийных структурах существует не только в нашей стране. Она неплохо себя зарекомендовала во всем мире. Иметь хорошее партийное образование – задача, стоящая перед любой крупной партией, которая находится у власти или хочет эту власть получить. Проект «Единой России» имеет хороший потенциал и будет работать не только на партию, но и на всю страну, поскольку «Единая Россия» отвечает за текущую ситуацию в государстве, сказал депутат Тюменской областной думы, председатель полицовета ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей. Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил поправки к правилам предоставления коммунальных услуг. Итак, в первую очередь из расчеток пропадет строка водоотведения мест общего пользования. Этот пункт исключен из состава коммунальных услуг. Не будет начисляться платы и за отопление мест общего пользования. Помимо того, плата за ресурсы в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, будет начисляться, исходя из установленного законодательством норматива. Все, что будет израсходовано сверх нормы, оплачивать будут уже не жильцы, а управляющие компании. И еще один немаловажный момент. Обслуживающие организации теперь обязаны будут мониторить квартиры, которые сдаются в найм. В случае, если жилое помещение не оборудовано приборами учета, сотрудники УК в праве составить акт, в котором будет отражено количество проживающих в квартире людей. А впоследствии передать его в миграционную службу для дальнейшей проверки. Поправки вступят в силу уже 1 июня этого года. Собственники дома 107 по советской вновь попробовали организовать общедомовое собрание. Напомню, судьба многоэтажки может быть решена не иначе, как посредством голосования. Однако, чтобы его провести, необходимо собрать кворум. Учитывая, что дома многоквартирный, сделать это непросто. Что вышло из очередной попытки собраться, знает Кирилл Мигель. Лариса Алексеевна, который раз пытается собрать, сорвать собрание. Нет, ничего. Здесь срывают и ничего. Мы пришли не на посиделки, понимаете, а мы пришли провести собрание по закону. Поэтому вопрос номер один. Где инициатор собрания? Собственник нашего дома, который проиницинировал сегодня это собрание? Пропавший инициатор, единственная жительница дома, квартира которой не приватизирована. На момент собрания женщине из города пришлось уехать, что очень уж возмутило собственников. Даже несмотря на то, что ее интересы представляла специалист муниципалитета. По доверенности. А значит, по закону. Остальные вопросы отпадают, потому что кворма, нет, собственников собралось 25 человек. Вот так больше половины собравшихся во главе с председателем совета дома просто встали и ушли. Вместе со стенами на два противоположных лагеря раскололись и жильцы многоэтажки. Одни утверждают, что ситуация с советской 107 катастрофична и дом в любой момент может рухнуть. Другие заявляют, простоял 16 лет, простоит еще 116. А все шумиха вокруг него выеденного яйца не стоит. Понять можно и тех, и других. Одни вкладывали время и деньги в ремонт своих квартир и теперь хотят жить в комфортных условиях. Другие, благодаря, так сказать, пиару, квартиру не могут продать. Что называется, под горячую руку попала управляющая компания. И за 16 лет ни одного гвоздя и куда уходят наши деньги, подвернулся случай высказать коммунальщикам все, что накипело, и жильцы не применули им воспользоваться. Я хочу рассказать, но мне же не дают рассказать ничего. В общем, скандалы, интриги, расследования. И это не в первый раз. Прошлое собрание тоже больше походило на балаган. Мы пытались тогда собрать людей, мы пытались поговорить с людьми, мы пытались проголосовать, чтобы вы проголосовали за то, что действительно собственники этого дома согласны, чтобы дом попал в программу капитального ремонта. Но тогда собственники были не согласны. Жильцы настаивают на проведении независимой экспертизы, которая установит истинную причину разрушения. И если выяснится, что она в соседней стройке, оплатить ремонт дома придется застройщику. Если же нет, людям, из своих карманов. Управляющая компания предлагает компромиссный вариант. Для того, чтобы была какая-либо экспертиза, необходимо, чтобы собственники этого дома приняли решение о включении дома в капитальный ремонт. Тогда под этот протокол, под это решение дальше будут выделяться деньги для капитального ремонта дома. В состав капитального ремонта дома включены деньги на экспертизу. Если доводы жильцов верны, затраченное средство можно будет отсудить у застройщика. Довожу до вашего сведения, что с этого года фонд содействия реформирования ЖКХ увеличил эту долю софинансирования до 15%. Вы скажите, как бы для нашего дома надо было. Действует не одна программа, где есть деньги софинансирования фонда содействия реформирования ЖКХ, а две еще помимо этого. И где доля собственника осталась не менее 5%. Теперь, когда собрание срывалось уже дважды, собственники вправе изменить форму голосования на заочную. Каждый получит соответствующий бланк, примет решение и поставит подпись. И чем быстрее это произойдет, тем раньше дело сдвинется с мертвой точки. Кирилл Мигель, Григорий Курпцев, новости нашего города. Проблему жильцов дома 107 по Советской накануне обсуждали члены комиссии по социальной политике ЖКХ на заседании законодательного собрания округа. Поводом для разговора стало коллективное обращение граждан. Вот как ситуацию с этим домом прокомментировал директор департамента энергетики и ЖКК Ямала Михаил Гилев. Ситуация осложняется тем, что дом 100% частная собственность, поэтому реализовать какие-либо мероприятия по его ремонту без решения общего собрания невозможно. Но какой-либо конструктивной позиции собственников до сих пор нет. Жителям самостроя в скором времени, по всей видимости, придется не только искать место для парковки своих автомобилей, но и выкапывать дорогу к домам. На кадрах любительской видеосъемки запечатлена работа снегоуборочной техники. Правда, вывозить снег не на чем. Работает один тракторист. Сугробы с дороги он разгребает по сторонам, точнее, людям прямо под двери. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Спартакеда нефтяников продолжается. Накануне сотрудники «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза» сошлись в шахматных баталиях. Как показали результаты, в борьбе интеллектуальной равных не было команде цеха сбора, добычи и транспорта газа. На втором месте аппарат управления, на третьем – ЦППН-1. Напомним, всего участие в Спартакеде принимают 13 цехов подразделений нефтедобывающего предприятия. Позади баскетбол, гиревой спорт, дартс, плавание, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки и настольный теннис. Осталось лишь выявить лучших в пулевой стрельбе и обязательном виде в зачет Спартакеда – легкоатлетическом кроссе. После последнего тура в общем зачете лидирует команда аппарата управления. На втором месте – ЦТНГ-1. Замыкает тройку лидеров, цех подготовки и перекачки нефти – номер один. В спорткомплексе «Зенит» прошло первенство города по плаванию. В нем приняли участие абсолютно все спортсмены-плавцы, от самых юных до мастеров. Наша съемочная группа наблюдала, как держались на воде мальчишки и девчонки 2003 и 2004 годов рождения. В этот день у каждого спортсмена была своя цель. Одни ныряли не меньше, чем за призовым местом, для других главным было выдержать дистанцию на соревнованиях и преодолеть свои 50 метров, пусть и невольным стилем, а как получится, но обязательно оказаться у финишной черты. Я очень люблю бассейн, я перед соревнованиями очень боялась, что я устану и не смогу проплыть это соревнование, но я уже в конце как-то так устала и приплыла первой. Я боялась, что если мне не хватит дыхания, я не смогу до конца, то хоть и приплыла, как-то последний. А так перед соревнованием я уверенно собрал в кулак. Это первенство – одновременное и показательное выступление для родителей и итог совместного годового труда. Это уже для тренеров, хотя волнуются все взрослые за своих пловцов одинаково. Волнение, переживание за их, за их, хотелось бы, чтобы они выигрывали побольше, призовых мест получали, и так же, как и их родитель второй, все переживания. В Ноябрьске, к слову, сегодня на весь город всего четыре профессионала, которые воспитывают спортсменов-плавцов, а детей и подростков, посещающих секции плавания, более двухсот. И еще больше тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Но, увы, говорят тренеры, взять больше воспитанников просто физически не получается. А вот что получилось в этом учебном году, так это достичь результатов, которыми может гордиться весь город. Я хочу сказать, что вот мы в этом году выиграли спартакиаду школьников ЕНАО, первое место заняли. Значит, наш мальчик, который с ограниченными возможностями, был на России два вторых места, одно третье, одно первое. И еще у нас мальчик Калмурзин Рувим. Вот сейчас мы приехали из Тюмени. Вот там спартакиада школьников было УРФО. Он занял два вторых места. А результатом городского первенства стали тридцать первых мест, тридцать вторых и столько же третьих. Вот имена самых маленьких пловцов-победителей, которым от семи до десяти лет и которые заняли первую ступень пьедестала. Девочки Анастасия Ефимова, Софья Сологуб, Александра Першина и Полина Гончар. Среди мальчиков это Максим Мясников, Илья Михайлов, Клементий Нищерет и Владислав Дудин. Это первенство официально закрыло плавательный сезон в ноябрьске. Кирилл Мигель, Ирина Потехина, Григорий Куропцев. Новости нашего города. И последнее в ноябрьске на базе спортивно-технического клуба прошли соревнования по фигурному вождению автомобиля среди семейных пар. Состязание проводили в два этапа. Теория это тест на знание правил дорожного движения и практика. Каждый участник должен был преодолеть ряд фигур. Змейку, въезд в бокс и смещенный коридор. Заняться было чем и присутствующим детям. Для них организовали мини-соревнования по управлению радиомоделями, мастер-классы по вождению квадроцикла и фотосессию. О том, как все происходило, в заключительной видеозарисовке выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 24 апреля в Сальхарде преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, температура 1 градус выше 0. В Муравленко облачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура 2 градуса тепла. В ноябрьске пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 3 градуса.